Внеочередные выборы депутатов Мажелиса парламента Республики Казахстан были назначены и состоялись 20 марта 2016 года. Это седьмые в истории независимого Казахстана парламентские выборы. Вновь внеочередные парламентских выборах приняли участие шесть политических партий, три из которых по итоговым результатам преодолели 7% барьер и прошли в Мажелис. Партия Нур-Отан – Демократическая партия Казахстана, Акжол – Коммунистическая народная партия Казахстана. Предпосылки выборы 2016 года являются внеочередными. 22 января 2016 года президент Республики Казахстан своим указом распустил Мажелис по обращению сделанному 13 января 2016 года самими депутатами. Действующего Мажелиса 5 созыва, полномочия которого истекает осенью 2016 года. Основными причинами прекращения полномочий действующего созыва депутатское обращение называло выполнение нынешним созывом своей исторической миссии путем создания законодательной базы реализации плана нации. Необходимость широкой общественной консолидации в ответственное время, а также совмещение выборов в парламент с выборами в местные масле и хаты. Также причину проведения досрочных выборов эксперты видят в том, что власти боятся дестабилизации ситуации в Казахстане на фоне усиливающей гасе экономического кризиса. Рост общественной напряженности в результате принятия правительством непопулярных антикризисных мер повышает риски социальной нестабильности и снижение рейтинга власти к концу 2016 года к конституционному сроку выборов. При этом, эксперты отмечают, что фактор неожиданности исключает полноценную подготовку и так разобщенных и ослабленных местных оппозиционных и прозападных групп. Делает невозможной длительную и заранее спланированную электоральную кампанию, при том, что кадровые перестановки в руководстве президентской партии Нур-Отан и реорганизация партийной системы были проведены летом-осенью 2015 года. Прогнозы предыдущих выборов состоялись в январе 2012 года. В них принимали участие семь партий, смогли преодолеть семь процентовный барьер, три из них партия власти Нур-Отан, партия Акжол и Коммунистическая народная партия Казахстана. По мнению аналитиков, на планируемых выборах расклад голосов будет примерно тот же. Также ожидается изменение статуса Дариги Назарбаевой, назначенной в сентябре 2015 года на должность вице-премьера. Казахстанские политологи ожидают занятия дочерью президента места председателя Мажилиса. Выборы позволят включить в состав парламента вновь созданную партию Ауил, призванную консолидировать национал-патриотические настроения. И воссозданную Бирлик в ход кампании с февраля 2016 года началась предвыборная агитация. Согласно данным Центризбиркома, в выборах участвуют 6 партий Нур-Отан, Коммунистическая народная партия Казахстана, Акжол, Бирлик, Ауил и Общенациональная социал-демократическая партия. Результаты по итогам голосования в парламент прошли 3 партии. Нур-Отан – 82,15% голосов, Демократическая партия Казахстана, Акжол – 7,18%, Коммунистическая народная партия Казахстана – 7,14%, Народно-демократическая патриотическая партия Ауил набрала 2% голосов, Общенациональная социал-демократическая партия – 1,18%, партия БРЛК – 0,29%. Голосование прошло на 9840 избирательных участках, из них 65 избирательных участков были открыты при представительствах Казахстана в других государствах. В списке избирателей было включено 9,791,165 человек, 7,500,000 казахстанцев проголосовали. Явка избирателей на выборах составила 77,1% казахстанцев, самая высокая была в Алматинской области – 94,6%, а самая низкая – в Алмате. Список избранных депутатов. По результатам выборов был замещен депутатский корпус, состоящий из 107 человек, из которых 98 депутатов избирались по партийным спискам, а 9 делегированы в Ассамблеи народа Казахстана. Инциденты. Информация о том, что новые депутаты живут в одной из лучших гостиницах с ценой 120 тысяч тенге в сутки вызвала негодование у населения Казахстана. Эта сумма превышает среднюю зарплату в Казахстане. Также недовольство вызвало сообщение, в котором говорилось «Республиканское государственное предприятие, дирекция административных зданий хозяйственного управления парламента РК на праве хозяйственного ведения изучает рынок алкогольной продукции для приобретения спиртного госпредприятия и просит связаться с ним все компании, которые занимаются продажей крепких напитков». Продолжение следует...